физически утомляет не работа а то что приносит с собой люди встречаются люди с которыми уже через пять минут возникает ощущение что все начинает трещать по швам есть и другие с ними хорошо когда люди спокойно и восприимчивы это вовсе не утомительно совсем нет вот вибрационная атмосфера в которой пребывает подавляющее большинство современных людей крайне деструктивно она разрушительно ибо формируется исключительно в поле фальшивой неравновешенной эгоистической личности а посему эти люди слышат только самих себя они громко разговаривают жестикулируют обозначают себя вот как центр всего и вся вот метро едешь вот молодые люди у них же витал то играет до витал вот они там громко говорят девочки вот всякие глупости замечали такое или не очень то есть привлекает внимание если попробуем кто-нибудь что-то сказать они еще так призрительно посмотрите еще громче начнут говорить вот это витальная атмосфера вот атмосфера беспокойства такого возбуждения она очень деструктивно все самое страшное для человека идущего по пути сознательной эволюции когда он уже не ходит состоянии ровности это вот этот витальный кипучий энтузиазм это страшно первое время это очень больно ранит а если человек быть я иду по пути сознательной эволюции этим виталом пышет вот шумит ну а каком пути может быть речь о чем вы говорите поэтому покой в эмоциональной сфере особенно женщины покой покой еще раз покой вы не будете сухими вы не будете безжизненными вы будете наполнены вот той высшей силой и духом который вмещает и объединяет в себе все а потом что живая жизнь это смеяться хохотать и демонстрировать себя вот как центр вселенной не в этом живая жизнь это мертвая жизнь эта жизнь которая смертна ясно так что внимательно приглядывайтесь к своему поведению витальной сфере как вы себя тышкой преподносите окружающим людям ясно со мной вы по сути тихие но я вижу что это самое витал то там готов проявиться агурты беспокойный ну хотя да да я беспокойная но сдерживается пока но потом рас и прорвало только вот эту струнку заденешь витальную и сразу с радостью гайда я витальной да вот небо надо успокоиться но для в давно бы надо успокоиться ясно давно бы но хорошо хоть понимаете что давно бы лет через 5-7 успокоитесь жизнь заставит и те люди которые приносят с собой эту атмосферу как говорит мать тяжелую атмосферу витальную атмосферу или такой тяжелый интеллект знаешь еще есть тяжелый интеллект есть тяжелый рок в музыке а есть тяжелый интеллект люди такие мыслители тяжелые мыслители вязкие начнут вам что-то объяснять но тут вообще не знаю что лучше витальная женщина или вязкий интеллект мужской вот попробуй выбирай но все много интересных персонажей в театре вот в нашем отсюда поэтому мать четко говорят по вибрациям все понятно не надо ничего объяснять человек подходит от него уже идет идет то что он собой приносит это спрятать невозможно и никакая мимикрия никакая ролевая игра тут не поможет ну поэтому вот наш с вами задача те кто понимает чем надо заниматься в общем-то умерить эти вот это наши самые фонтанирующие эмоции и вот тот самый интеллект который ну в котором можно утонуть буквально завязывать и совсем немногие люди совсем немногие люди имеют ровное восприимчивое сознание бывает этот рождения можно родился таким редко но бывает крайне редко но в основном мы вот такие все разные все деформированные поэтому в работе на пути сознательной эволюции приходится этому уделять много внимания поэтому время для достижения каких-то реальных результатов она затягивается есть базовая ровность люди приходят в таком состоянии них короче от период у тех кому надо следить за тем чтобы эта ровность возобладала больше времени требуется но это не значит что невозможно сделать это вот только времени больше требуется бдительности внимания так что ничего страшного вот любой полуфабрикат всегда можно из любого полуфабриката духовного всегда можно хороший продукт получить понятно я что не расстраивайтесь если вы слишком эмоциональны только молчите никому об этом не говорите ваш вид ваше поведение уже все сказал тихо вот любое необязательное общение с людьми необязательно я подчеркиваю для тех кто только стал на путь сознатной духовной эволюции нежелательно необязательные связи необязательные разговоры необязательные контакты отсекать понимаете даже если эти ваши это ваши близкие какие-то друзья которых вы считали друзьями это должно со временем в общем-то по мере изменения вашего сознания и их от вас немножко отвратить ну хорошем смысле они поймут что вы не прежний и с вами уже в энергообмен не войдешь это как правило люди которые вам перед понимаете да вот они вампиризмом страдают вот есть у них такая болезнь и вот в общении с людьми достаточно сильными духовным потенциальным с большим духовным потенциалом с витальной такой силой могучий они подпитываются энергетикой поэтому как только вы будете все больше обретать состояние ровность сознания то есть не будете их кормить они тоже будут по мере таскать вашего успешного продвижения по пути тоже отпадать как пиявки от вас и все ясно я думаю что в вашем кругу есть такие люди или были такие люди они всегда бывают а потом они как-то вот потихоньку потихоньку отпадают что меньше болтовни больше дела некоторые ноют правда ну ко мне даже подходит и говорят что вы никому не нужны круг общения суживается я вообще счастлив когда я никому не нужен то есть вот великое счастье быть никому не нужным кроме господа сайт никто тебя не трогает никто тебя не не теребит никому ты не нужен в это вообще состояние счастья вот попробуй скажи нормальному человеку что ты никому не нужно это замечательно он попробуй скажи ну это все конец да поэтому я вам говорю но вы никому об этом не говорить а то вы скажете там ну муж или жене я говорю о супружеских парах вот вы здесь сидите жена муж там дома и вы скажете о какой счастье альсан васильев сказал вот когда вот не никому я не нужно или ты никому не нужен вот как только вот ошибешься то есть 5 местоимениях он это самое на вас подозрительно посмотрим скажем учит их альсан васильевич я просто говорю о себе счастье когда ты никому не нужен и взять я могу делать то что я хочу я могу спокойно писать я москвакой на ничего не делать а это самое замечательное станет спокойно ничего не делать да а то тут там звонки или ты нужен или вот требуется скорая помощь не дай бог но приходится приходится вот мы приехали позавчера вечером мария павловна я же счастливый человек я без телефона я счастливый человек она мне перечень 15 звонков надо делать но я сажусь и 15 звонков по городам и весим но это скоро помощные звонки действительно требуется ответить там на письма либо на какие-то просьбы то что набирается накапливается я вот этим занимаюсь иногда а так я вроде бы никому не нужен когда я дома это хорошо это очень хорошо и чем меньше вас вспоминают тем вам спокойнее понятно нашла вас вспомнили какая незримая связь сразу выстраивается да вы что-то ощущаете кто-то вас вспоминает неважно плохо ли хорошо но вспоминают и это уже ощутимо когда чувствительность в общем то вот новые сознания очень чувствительные переходном периоде очень ощущается когда кто-то о тебе так невольно думает с любовью ли или наоборот но это неважно и ты ощущаешь спишь хуже чем обычно бывает так вот а когда никому не нужны то и спите хорошо да и бессонницы нет если вас забыли то в работе на пути вы уже многое сделали мы забыли те кто раньше вас помню ясно то есть вы уже обрели статус человека который вот такую духовную оболочку все-таки защитную выстроил это что необязательно и не нужно уже вас просто не касается потому что к вам уже не обращаются ясно это хороший признак того что вы в работе на пути достигли определенных результатов снижается круг сужать круг общение понятно да вот необязательной связи они как-то естественным образом отпадают не специально они просто естественным образом отпадает это хорошо и помните что пока вы не обрели истинное сознание вот то сознание которое вы должны обрести в результате работа на пути любое общение с людьми это соскальзывание на витальный план на что общаясь с ним вы на план не соскальзывайте это нежелательно в начале работа на пути особенно ясно вы невольно соскальзывайте на этот план не напугал я вас нет ну ладно дальше страшная вещь дальше то что касается всех медицинская атмосфера опасно она очень опасно всех касается так вот медицинская атмосфера мать выделяет именно атмосферу медицинскую это неотъемлемая часть всеобщей пораженческой деструктивной атмосферы это неотъемлемая часть всей пораженческой атмосферы медицинская атмосфера в которой пребывает современное человечество страдающий одной единственной болезнью хронической эволюционной недостаточностью диагноз этот есть но как только этот диагноз начинает множиться на ряд вот отдельных специфических симптомов синдромов и заболеваний их насчитывается аж 20 тысяч вот от одной болезни 20 тысяч всякой ерунды представляете или нет не ужасно ли это а вот когда попадаете в эту атмосферу все конец вас уже нет такой работе на пути может речь быть получу вы уже там в этой атмосфере она блокирует все вибрации высшего порядка потому что вы боитесь вам страшно вы мнительные вы невротичные и т.д. и т.п. врачи своими словами и действиями внедряют неизбежно в сознании людей страхи которые фиксируются в организме на клеточном уровне а клетки нашего тела имеют свою собственную память которая не зависит от памяти мозга у них своя собственная память да и мы можем забыть сиюминутный испуг ну что-то нас там напугало слова какие-то до напугая того же врача потом мы вдруг забыли а клетки помнят практически его всю жизнь клетки нашего тела на подсознательном уровне впитали в себе все впитали в себя все значимые страхи которые они которым они подвергались в процессе долгой животной эволюции все страхи эволюционные от одноклеточного вещества существа все в наших клетках есть вставляете какая помойка эволюционная в нас присутствует само слово болезнь это слово магическое это магия это как колдовство она неизбежно настраивает вас на деструктивную волну даже если вы пытаетесь об этом не думайте думаете что вы здоровы что обязательно выздорове тебе вот док так думать так потому что деструктивное хотите спрятать она у вас сидит пораженщик сидит но вы позитивно начинаете мыслить так вот смотрите врачи пугают нас самой болезнью пугают до пугает осложнениями пугают смертью и наконец убеждает на что без них без врачей мы уже не обойдемся все и без того всем напуганные мы уходим в болезнь привязываемся к врачам к лекарствам ищем спасению чудотворцев уцелителей у экстрасенсов у кого угодно платим за это большие деньги все это вместо того чтобы раз и навсегда все-таки постараться избавиться от одной единственной болезни от хронической эволюционной недостаточности этот царь всех болезней царица все остальное производное большинстве своем есть генетические вещи так сказать но как бы передающиеся это мы не берем во внимание ясно это чисто телесная генетика вот все остальное увы она вот здесь приобретается в этой жизни нами назойливая реклама новобонных лекарственных препаратов на радио на телевидении также вносит свою весомую разрушительную лепту страха в нашей без того беспокойная жизнь если вам демонстрируют эти препараты говорят признаки то есть по которой ты сказать но должны свидетельствует о том что вам необходимо его принимать вы всегда найдете эти признаки потому что реклама таким образом строится что обязательно у людей что-нибудь из того что сказано чтобы это принимать препарат обязательно найдется и вы будете любой препарации будет 10 будете принимать нож найдете у себя вот то от чего эти препараты вроде у вас избавить запомнили или нет это делается очень тонкой элементарной вы все вот под гипнозом когда они покупали какой-нибудь препарат по рекламе и но ты не так то не покупал ну честно мы покупали ведь хорошо что если это хорошо что нет ты вот вот опять хочешь навязать нам свою точку зрения но люди то разные ты меня понимаешь да хорошо что если это препарат плацебо пустышка там ничего нет а если туда напичкана какая-то дрянь вот такая яда химикат это гораздо хуже пустышка нормально платите за пустышку любые деньги что вам не повредила ясно а если уж там чего-то на самом деле кое действующее начало то ведь там противопоказание то и и сколько должно быть и написано это потому что как говорили раньше пусть тупо глупо но правильно одно лечит а другое калечат вот это химический препарат они как раз вот есть калечащие лечащие вроде бы одно а калечащие много чего нашем организме вот когда я это говорю как правило все слушают это очень тихо потому что думают а чего же я накалечил себе когда пил там то или все а вот сразу наверно как-то не надо не думать об этом и даже все позади вы на путь стали уже все дезактивировалась ничего страшного нет все там нейтрализовано нужно пути сейчас да в этом прошлое забудьте его нет она перестает существовать с некоторых пор так вот боязнь заболеть это предтеча болезни и широкое распространение эпидемии инфекционных являются прежде всего следствием панического телесного страха которым напитана клетки нашего тела страх парализует клеточный иммунитет врачи полностью подрывают веру в могущество нашего организма ну и соответственно в могущество защиты свыше веру подрывают это действительно так они подписывают нам сотни предосторожности по любым поводам совершенно не подозревая что в каждой точке пространства имеется универсальное бесплатное лекарственное средство нисходящие божественная сила или нисходящая эволюционная энергия или дух святой божий как вам нравится называйте сделав вкусовое есть бесплатное лечебные профилактическое самое главное средство профилактика наверно самое главное если что-то уже есть ну и сила может что-то врачевать и врачи есть нормальные могут что-то отрезать или наоборот вставить вот понимаете а профилактика вот открывшись или вы профилактические уже защищены ибо она наилучшая профилактика всего того что может вас возникнуть понятно именно профилактика вот это очень важно ибо нас медицина как считается должна быть профилактической но никакой профилактической медицины нету поскольку не знает что такое профилактика вот универсальная профилактика та сила которая способна нейтрализовать еще до появления любую заразу в организме до появления еще во всеоружии и вот как-то я разговаривал со своим сокурсником с кем я учился в одной группе вот но я долго с ним не выходил на связь но может быть лет 20 или может чуть больше так вот бывает но казалось что вчера расстались знаешь так бывает по голосу узнаешь всех кто когда-то был молодым до голос практически не меняется если сифилисом не болен и там не простуда ну понятно да в голос то он всегда остается вы заметили человек 70 лет и его знал 20 лет 50 лет не видела голос знать таня ну да да откуда до голос ты ваш не спрячешь вибрации память то есть голосовой но например вот я ему позвонил вот он ну поздоровавшись я им сказал здравствуй еще не выдал информацию что я от него хочу получить вот а он мне сразу спрашивает как твое здоровье сразу не успел поздороваться уже здоровья здравствуй ну и он вроде а как твое здоровье ну я это самое отшутил скажу что лет 30 я вообще не проверял как мое здоровье наш нет надобности проверять я себя нормально чувствую да а он работал тот период ну главным врачом одной серьезные огромные терапевтической клиники то есть он все о болезнях знал все больных знала врачах все знал вот и знал что бывает много всякого страшного что при хорошем самочувствии внутри заводится чувствуя себя хорошо внутри было и тогда самое опасное ты чувствуешь ахра ты проверял там прямую кишку проверял ли там желудок или еще что то я не как только он сказал эти колоноскопию не делал ли мне не не дай бог вы знаете что это но лучше не не говорить вот ну я так это ну уж пыталась шутить но но она скажу что у него там вот то то нашли он чувствовал себя хорошо но вот нашли скрыто там проходил какой-то процесс ну короче я понял что влип а мне надо было у него одну простую вещь узнать телефон на одного человека просто ну я его слушал не возражал он долго мне говорил вот ну выяснил я чё ему надо было бене мне надо вот я понял что попался вот когда он начал о своих проблемах говорить но я так уклончиво мне уже пора чего там извини щеки пятом счет мой мой обычный это самый репертуар потом приходи ко мне в гости у меня жена тоже больная так там в гостях разговора болезни жены будут а его болезни и моих мнимых или там в предстоящих не дай бог думаю попасть к тебе в гости и так все и опять канул там лет пять я не слышал не видел к счастью понятно вот так вот идем дальше подавляющее большинство телесных заболеваний неурядиц происходит из витала и ментала под их влиянием следует сказать действительно что подавляющее большинство телесных заболеваний и неурядиц со здоровьем происходит по причине нашего подного отказа принять сознательное участие эволюционном процессе а влияние витала и ментала не без прямого посредства врачей лишь закрепляют нашем сознании веру существование болезней и необходимости борьбы с ними изначально они есть и с ними надо бороться это закреплено в нашем сознании и закреплено вашем сознании то есть вы это не вспоминаете но все время то есть это не то что задний фон это то что выходит вперед в одном мгновении когда вас где-то что-то кольнуло сразу опять все болезни бороться и начинается выяснение чё там как и почему и борьба то что медицинская наука называет болезнями и я очень просто в общем-то определил для себя подавляющее большинстве своем есть несоответствие тел физического ментального витального требованиям эволюции все то что они желают трансформироваться в направлении духовной эволюции то есть что можно назвать болезнями в результате нашей закрытости ли не открытости той силе которая требует подчинение себе требуют эволюционного роста мы не растем мы скукоживаемся мы боимся в результате вот это несоответствие тел возникает физического витального и ментального соматические болезни психически это результат став и как можно раньше на путь сознательной духовной эволюции вы открываете могучие средства врачевания еще раз подчеркнуть подчеркиваю действенное средство профилактики всех недугов эту нисходящую божественную силу как можно раньше на 1 путь становиться допустим у вас возникли перебои в работе сердца как правило реакция клеток сердца сердечные мышцы на внезапный контакт с незнакомым ему вибрациями вибрациями супраментальной силы которые спонтанно небольшими поциями прорывается ваше тело и вызывает нем пугающие вас клеточные реакции просто проникает магнит сердца бывает достаточно хороший у людей особо духовно талантливых поциями от энергии супраментальной небольшими проникает в тело на уровне сердца застывает клетки сердца пугается аритмия никакого органического происхождения в этом нет чисто физиологическая реакция на прикосновение нисходящего поток я на себе это изучил классические то что поверьте я не шучу и не надо водитель ритма ставить там или еще что-то бегать к врачам они у вас поначалу ничего не найдут но как только это хроническое заболевание превращается они оденут вам этот вот холтер это он течение сутка у вас этими поциями будет вызывать тахикардии или эти самые сбои в работе сердца да искать да действительно аритмии надо водитель ритма ставить и все понятно это простая клеточная элементарная реакция на поток нисходящий все я не говорю об апеллепсии это тоже так сказать касается под сонного нисхождения довольно мощной энергии которая распространяется по периферии клетки мышц и вызывает судорожной реакции это тоже чисто эволюционный процесс вернее отвержение эволюционного процесса тем кто страдает вот этим заболеванием так что это не заболевание от чисто эволюционного происхождения вещь их много таких вещей щитовидная железа застревает здесь энергия здесь в горловом центре значит начинается проблема щитовидной железа молодых девочек которые приходили к нам где-то 18-19 лет ой проблемы со щитовидки вставали на путь вот через полтора никаких проблем уже нет ни узлов не проблем все если в голове застой энергии понимать там гипотонии просто обязана быть просто обязана быть и куда от этого не деться дальше сердечный центр ритме и разного рода невраль невралгии реакция клеточные опять сердечные с этим боли приходящим чуть ниже язвы 12-пестные кишки язва желудка дешкинзе и желчных путей и так далее и тому подобное это застой энергии в этом клубочном центре ниже идет проблема с позвоночником еще ниже тому женщин половая сфера у мужчин тоже из этой все области все вполне объяснимо то есть первично они возникают на тонком плане в результате застойных энергетических процессов в этих центрах а потом развивается органика ясно потом это уже хроническое заболевание все достаточно просто поэтому лучше упредить изначально а теперь опять встает вопрос как можно раньше встать на путь сознательной эволюции как можно раньше начать тотальную профилактику всего и вся что может дальнейшем но обернуться большими неприятностями понятно или не очень вот и все то есть никаких сложностей трудностей в объяснении многих вещей которые еще нет нет этих болезней а есть изменения на тонком плане чисто энергетического характера и когда вы идете каким чудотворцам они пытаются что-то вам руками ногами гармонизировать какие-то пробки снять тромбозы эти энергетические все это полная чушь вы не проточная энергетическая система это опять взбалтывание энергии в болоте вот вашем так сказать застойным проточная система должна стать поток должен это делать они кто-то понятно просто или нет вот слушаетесь иногда вот я опять хочу сказать о той самой аритмии значит вот дух начинается перебои в работе сердца человек идет доктору тот ставит ему это самый прибор медицинский который в течение суток записывает работу сердца перешифровки данных выявляется некое количество нарушения ритма ставится диагноз аритмии начинается лечение что дальше что дальше хотелось чтобы дальше вот послушать что бывает да в результате вектор состоянии индивида признанного больным оказывается направленном в сторону болезни вы признаны больным то есть вектор вашего сознания он направлен в сторону болезни если вы подвергаетесь частой диагностики ну надо провериться посмотреть как там это дело до частой диагностики с целью проверить эффективность лечения то сама процедура обследования вызывает вас напряженное подсознательное ожидание результате а что же будет вы ждете возвращается вектор направлению болезни он никуда деться не может вы ждете то есть возвращать что состояние в котором вы заболели вроде бы ясно это само происходит автоматически это все и любое новое обследование будет покажет вы еще больные вы еще больные значит надо еще лечиться просто и чем чаще будут проводиться подобные обследовать тем прочнее вы укрепляетесь в статусе больного а если вы на все это плюнете и будете жить нормально я некоторым людям посоветовал вот даже гарантию давал вот они там все у них там не так не так вот я говорю я тебе могу гарантировать что ты до 70 лет доживешь вот а потом все на тебе будет твоя ответственность вот вот один человек мне сказала ягод не боюсь там вот это вот возраст какого-то юбилея сан василич гарантируем не 70 лет все эти точно не выпало это дурь из головы понятно хотя там серьезный процесс но 70 лет я ему гарантирую и вот это был 55 понятно и все и он освободился сан василий сказал и все мне поверил я тоже был прав я же видел что он не помрет раньше 70 а потом уж ты сам будешь отвечать так я ему и сказал это уже все на тебе будет лежать я могу только до 70 гарантирует молодые не смеются еще долго до 70 поэтому надо весело к этому делу тоже относиться к этому серьезному делу надо относиться с юмором результат окончательного успокоения ментала и витала тело чувствует себя гораздо свободнее чем прежде предоставленное самому себя но имеет более следующий здравый смысл не знаю как сказать это необычайная стабильность так вот физическое тело вышедшие из под тиранические опеки ума и витала впервые за время своего существования оказывается предоставленном самому себе и фактически выходят на режим самоорганизации которые стабилизируют все функции организма если вы его не насилуете понятно все функции стабилизируется то тело способно самоорганизовываться если вы не пичкуете тем всем самым . полезным бесполезным что вредно то есть вы все это оставляете тело само просит то чего ему надо то ему хочется когда ему отдохнуть когда ему пойти погулять вот то что завели домашние животные ну выполняйте . вот условия ухода за ним и все это за телом она инструменты надо в порядке поддерживать и прислушиваться к его запросам внимательно прислушиваться вот тогда тело расцветает и представляете она буквально цветет не таскать его по поликлиникам без нужды правильно медицинскую атмосферу погружать в пророк в холодную погружать не надо дайте ему возможность выйти на режим самоорганизации и она сумеет это сделать она жестоко резервных систем в организме в ней ну да резервных запасных вариантов даже если вы уж совсем больны как вам кажется и кроме того тело обретает новую физиологию обновленные клетки функционируют в новой энергообменной среде и в результате рушатся на самом деле рушатся физиологические и биохимические константы которые современной медицине принимаются за норму то есть вам может быть совершенно иные показатели физиологические и биохимические вот то есть среднестатистическая норма для покойника для вас не норма ясно вот это очень важный момент а вы вот не имели неосторонность дать анализ о вас низкий гемоглобин тут 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 но онкологии пахнет там или еще чем-то но не надо много это самое гемоглобина потому что большая часть энергоизотат организма чисто энергетика покрывается по каналам канальцем кундалини который подходит клеткам тела по капиллярам этим низ кровеносным а энергетическим вот и все зачем организм закисляет зачем ног гемоглобин вы поняли вот откуда берутся вот эти вот нестыковки с покойниками все ясно в них все может быть норме и не в норме но это другой вопрос у вас все обязана быть в не в норме я имею ввиду биохимии физиология ну как так вы дышите там два или пять раз в минуту вместо 16-20 ну как это так но не может так быть ну здорово нормально человек ну и что это такое чем поверхностно это я себе ну как-то странно да и воде живу катаясь на велосипеде поднимаю штангу ну ничего вот нормально так бы умереть должен но пока живу и просто я все на себе это перепробовал испытал знаю я просто говорю о зная предмет опять я не теоретик и вам не как теоретическую догма какой-то представляю действительно это должно быть результатом вашей направленной работы на этом поприще на духовно понимаете это факт это вроде бы парадокс и вообще-то ныне существующие нормы должны быть существенно пересмотрены равно как и пересмотрен взгляд на проблему причинности заболеваний она еще врачи так и будут повально без разбору лечить человечество от эволюции человечеству которое страдает еще раз подчеркиваю одно единственной серьезной болезнью хронической эволюционной недостаточностью и радикально обновленное тело физическое пребывающие в новой энергообменной среде в отличие от прежнего представляющие собой застойное энергетическое болото циркулирует энергия в этом болоте в замкнутом контуре до теперь очищена от шлаков свободно от энергетических деформаций обладает принципиально новой клеточной физиологии система проточная все то есть изменение кардинальные соответственно биохимии ряд показателей они должны просто измениться это не застойное болото которое раньше таскать состояние которого фиксировал с этими параметрами анализами понимает все это интересная вещь поэтому сегодняшняя медицина но в конечном счете было бы замечательно но этого не будет долго не будет не знаю будет ли вообще она должна обязательно учитывать современная медицина эволюционный фактор и медицина должна быть ну как бы эволюционный с учетом эволюционных изменений с учетом процессов духовной эволюции с учетом давления той силы которая волей-неволей оказывает это самое решающее влияние на состояние здоровья всего человечества потому что она всеми правдами и неправдами обязательно проникают наш организм вызывает только деструктивные изменения вот это надо знать значит должна появиться отрасль или направление научное в медицине эволюционная медицина для этого люди которые будут этим заниматься сами должны пройти путь сознательной духовной эволюции и сами на самих себе так сказать этот вариант вариант эволюционной трансформации испытать то есть быть сами себе подопытными для того чтобы понимать других людей которые вот оказывается в том состоянии совершенно дышать ну не сведущие почему это возникает и меня удивляет но я немножко йодничают удивляться нечему что вот в той системе системе допустим церкви до христианской в учебных заведениях я смотрел программу учебные заведения там изучают все там изучают философию там изучает культуру там изучает патрологию там изучают боговедение много всяких языков много всяких вещей но почему-то нет ни одной хотя бы маленькой лаборатории я не говорю же о кафедре по стяжанию духа святого божьего нету вот казалось в эту организацию это вот могучая должна все-таки истинную цель христианской жизни понимать да вот в чем она состоит но нет даже лаборатории по изучению стяжание духа святого ну как это так ну ну такого не может же быть но кажется есть нету чего притихли а не понял молитва это чем молитва не понял вы не правы только на причастие в храме вы стяжаете дух святой какой лаборатории по стяжанию духа может быть речь вам все сказано когда вы его стяжаете когда съедаете тело христа и и пьете его кровь да а чего вы смеетесь это так если раньше когда было все серьезно в этом вопросе вас спрашивали перед причастием а верите ли вы в то что вы съедаете тело христа и пьете его кровь вы должны сказать верю тогда вас причастят сейчас вас не спрашивают я просто хорошо изучил вот богослужебные все книги как это вот делалось а теперь все просто вчера же я вам рассказывал да съешьте просфору станете как христос в католической церкви вот и все как лев жрет своих конкурентов так вы съедите вот кусочек я не кощунствую я просто понимаю что вот с таким подходом в духовной реализации полный крах у нас был обеспечен и сто лет назад и будет дальше если вы действительно всерьез не займетесь делом вы вот мы с вами больше некому потом будете охать ахать ох все как происходит почему так все происходит от того что вы в дурь верите они делаете ту работу которую оставил нам спаситель который в одной лаконичной формуле сказал что истинная цель христианской жизни от стяжание духа святого божьего и обретение царства божьей жизни вечно через посредство стяжание духа я просто вкратце евангельское таскать откровение вот в одном предложении хочу сформулировать и больше ничего больше ничего у меня было ощущение грандиозной персональности грандиозной для нее земля была как шарик очень очень доброжелательный было впечатление персонального божества которое пришло чтобы помочь и такое сильное сильное тоже время но нежное понимающие очень внешне и тело чувствовалось это везде везде я спросил у себя не было ли это супраментальная личность ну пребывание нового тонкого вибрационного тела в океане всеобщего сознания состояние абсолютной энергетической прозрачности а это у матери имело место быть это и есть не что иное как ощущение персонального божества этой персональной божественной индивидуальности которая сливается со всеобщим божественным это действительно ощущение новой жизни жизни в которой нет места смерти вот слово бессмертие не хорошо употреблять то что под бессмертием понимают бесконечное правление жизни физического тела до каких-то там беспредельных вещей просто жизнь бессмертие вот со прям хорошо этот термин употребил жизнь бессмертие ясно это жизнь но бессмертие несметная жизнь которой мы живем изначально при рождении нам уготована жизнь бессмертие это совершенно другое понятие правильное понятие там внутри есть сознание очень ценное которое дает уроки телу она учит что нужно делать то есть какую позицию должно занимать тело какую иметь реакцию очень трудно найти метод трансформации когда никто не дает те указания а это как бы отклик она это сознание говорит тело занимай вот эту позицию делай это делает вот так это тело довольно но совершенно спокойно она больше не ошибается вот здесь очень правильную позицию занимает и говорит о том что открывшись божественной силе мы должны не мешать ей работать то есть мы на не должны подвосхищать что должно быть мы не должны подправлять божественной как бы нам хотелось чтобы у нас было ну в том или в другом таскать но в варианте нашей духовной реализации просто отдаться полностью на водку божественную дать возможность этой силе делает все что она сочтет нужным она делает это блестяще если мы не мешаем то есть на можем стать действительно с некоторых пол великими бездельниками на духовном поприще стремительно продвигаясь по пути сознательной духовной эволюции понятно не мешая работать этой силе вот что от нас требуется прежде всего но разве ум позволит вам не вмешиваться в это но разве он позволит а поэтому долго приходится его усмирять уговаривать там увещевать потом опять все сначала начинает вроде бы утих потом опять пошел не туда так что чем раньше вы замолчите в уме чем скорее обретете эмоциональную ровность тем более стремительным и эффективным будет ваше продвижение по пути понятно это пришло как наставник практический совершенно практический вот это нужно отбросить вот это следует принять вот это надо распространять и все внутренние движения все мельчайшие указания такого рода вот теперь ее внутренняя позиция включая все мельчайшие указания определяется исключительно супраментальным сознанием то есть сознание спонтанностью супраментальной не от ума это исходит то есть то что происходит на просто наблюдает вот это надо устранить и действительно это устраняется в момент когда вот приходит вот этот импульс это надо устранить ты понимаешь у здесь сохраняю спокойствие это мешает понятно то есть очень четкие точечные указания на те занозы которые следует от которых следует избавиться потому что по большому счету вроде бы много сделано но есть майн множество мелких занос которые вам не позволит полной мере реализовать свой духовный потенциал чтобы конечный результат состоялся вот эти мелкие занозы они очень хорошо высвечивается новым сознанием и вы обращаете на это внимание это спонтанно происходит быстро достаточно точно четко это действительно удивительная вещь тот внутренний учитель уже выполняет эту работу то есть наш наставник нас учитель мы сами в истинном свете он в нас господь часть его присутствия в нас вот она и выполняет эту работу никто больше не мы не метод не практика а то сила вот эти каждый кажущиеся мелочи они постепенно постепенно устраняются именно кажущиеся мелочи на самом деле скажущихся мелочей иногда вырастают большие неприятности вот и мелочь на которой мы не обращаем внимание вот думаю не лишь не напомнить что в обычной человеческой жизни обычной человеческой жизни мы когда обычной человеческой жизни из цепочки маленьких ошибок ну казалось бы небольших ошибок которым мы как правило не передаем значение складывается большая неприятность как бы одна за одной маленькие ошибочки потом большая неприятность раз приехали бывает такое так вот когда начинается это маленькая ошибочка как инициатор этой цепочки вот новое сознание быть нет стоп ясно все то есть упреждается большая неприятность вот так функционирует новое сознание удивительным образом чудесным образом из нашей или с вашей как хотите из нашей вашей жизни повседневной навсегда уходит что навсегда уходит элемент краткосрочного планирования но долгосрочная например кадок билет купить там куда-то поехать в отпуск это понятно краткосрочного планирования никакого нет все в нужный момент как нужно все делается и наилучшим образом понятно то есть повседневной жизни никакого краткосрочного планирования нет а посему жизнь становится абсолютно безусильный удивительно благодатной не требующий никакой ментальной корректировки и да и и быть не может на что он молчит корректировки уже не может быть не чем корректировать новое сознание работает только тогда когда ум молчит поэтому корректировать инструмент для корректировки он молчит и новое сознание уже все делает так как полагается мать в ранней беседе от 18 декабря 57 года на скаус следующее кажется наиболее вероятным что первый аспект который проявится будет скорее аспектом силы чем радости или истины естественно чтобы действие этой силы было эффективным необходимо чтобы она основывалась на знаниями до необходимо сказать что первым аспектом проявление супра ментального сознания является открытие силы правильно или нет мы открываем силу через посредством метода через посредство силы к нам приходят знания озарение откровения мы получаем знания с этой силой смысл не открыли тоже откуда знанием то взяться тоже из этой силы знания проистекает аж последним последним проявляется аспект радости или благодати то есть не ждите сразу в начале работы на пути сознательной эволюции благодати тоже даже не имеет представляешь такой благодать хотя господь вам может авансировать в ряде ситуаций вот ту радость со слезами на глазах которые пресекают от истинной сущности все видеть в свете божественном вот всех любить вдруг потом все это скукоживается аванс вам был дан вы поняли что есть новая жизнь для того чтобы это новая жизнь и новое сознание восторжествовала надо потрудиться поработать ясно авансы дается для того чтобы укрепить вас в том что существует иная жизнь существует другая жизнь но вы имея огромный эгоистический груз получив аванс вам бы таманс продлить а вашего все равно пожрет этот аванс и вы в татараре полетите поэтому путь долгий путь избавления от эго поэтому авансов не ждите до бесконечности аванса дается пару раз чтобы вы поняли есть другая жизнь ясно чтобы поверили в это главное обязательно есть эти авансы и все а дальше надо трудиться потому что это будет пожирать все авансы вы сколько не давая но все сожрет все в прахом пойдет ясно поэтому работа по искоренению эго вот та самая трудная кропотливая работа несколько требуется для это понимаете все эти занозы по вытаскивать все нас несовершенство увидеть не задних авансов работ на пути что это уж потом когда вы полностью все исполнили вот тогда благодать вот такая стойкая благодать укоренившиеся вас форме вибрации радость просто жизни радость существования в новом сознании вот тогда она приходит благодать приходит последний первая сила второе знание последний приходит благодать вот так вот но аванса не исключены ясно на аванс это не конец пути итог начала в начале пути дается аванс в самом начале потом дальше не будут давать дальше труд но вначале чтобы укрепить вашу веру во всемогущество божественно что она есть вот что на самом деле вас не обманывают это факт вам даются с этой целью аванс а некоторые ходят таскать раз испытав авансирование допустим в церкви там у иконы где-то или еще вот там при жизни медитативном каком-то процессе они хотят воспроизвести опять вот этот аванс вот чтобы постоянно постоянно эти авансы были через посредство метода вот приду опять кто иконе где у меня слезы полились чего-то нет только вот того состояние который был хочешь что было его нет понятно не в этом то смысл работы вы сами понимаете вот каждодневная работа на пути он в другом в умении видеть все свои недостатки а их много кто-то не помню или притч такая существует пришли два ну почти святых к третьему святому вот и спрашивает кто из них более продвинутый один сказал что нам чуть ли не мертвых может воскрешать что он такой секой другой сказал там еще что-то это самый тот кому не пришли говорит вот из вас самый великий тот кто видит себя всю грязь и не лицеприятные штоны и вот вашей психики вот этот самый так сказать святой человек то все это увидел то все это обнажил тот достиг самых высоких это самый уровней духовной работы они кто-то мертвых воскрешает кого-то исцеляет или еще там чет дел поняли кто выковырял из себя вот все то что мешает состоянию который можно назвать станем святости что не позволяет в этом состоянии прибывать вот этот самый великий святой а вы пытаясь сохранить свою помойку подсознательной но как-то активизировать внешнюю деятельность кому-то помогать что-то вещать это уж на последнем месте это когда вам не захочется говорить когда он не захочется лечить когда он ничего не захочется да можно что-то делать а пока хочется нельзя то что это его хочет шриуробинда что касается бессмертия то она не может прийти пока существует привязанность к телу и бы только живя в бессмертной части нашего существа которое не отождествляется с телом и побуждая спуститься клетки тела его сознание его силу может быть достигнута бессмертия ну опять мы возвращаемся к тому что жизнь вечная для обретения жизни вечно это наработка или проявление на н правильно сказать новые тонкой вибрационной структуры физическом теле но не может это новая тонкая структура проявиться в физическом теле в котором преобладают деструктивные вибрации смертной жизни в котором физический ум настроен на пораженческую волну понимаете его до тех пор пока полностью не вычислился наше телесное пораженческое подсознание рождение новой жизни невозможно поэтому это занимает долгое время долгое время понятно видно да ни один день ни два ни один год вот мне по ему личному опыту потребовалось 10 лет 10 лет разве много а вечности много в вечности 10 лет для начинчиво да ничего совсем ничего чтобы 10 лет ерунда вот 10 лет я могу точно сказать вот пока это пораженческая структура вот не вспыхнула синим пламенем и перестала существовать все тогда я понял все то что можно вот но сделано в этом плане уж потом новые структуры начинает крылья расправлять а так идет работа до идет идет изо дня в день из года в год и ты же не думаешь о результате ты не знаешь что должно быть вот это самое главное поэтому не читайте книг о том что должно быть через сколько время как вообще-то не нужно делаете у каждого человека свое время для реализации тех или иных возможности его духовного потенциала понимаете нет вот каких-то строго установленных жестких регламентированных временных срок по этому поводу нет поэтому вас может быть не 10 лет как у меня там полтора года может такое может и все а чего вы смеете может конечно но за два дня не будет но весь раз меньше может быть а то вы в десяти моим еще 5 или 10 прибавить и все и конец света да не прибавляйте все может гораздо быстрее состояться эффективнее это зависит от вашей искренности штыра бинда сейчас ученые говорят что возможно теоретически по крайней мере открыть физические средства преодоления смерти но это означает лишь продление сегодняшнего сознания в сегодняшнем теле со средствами которые не изменяют сознание не изменяет функционирование выигрыш будет весьма сомнительным вот современные ученые генетики вовсю стараются открыть ген бессмертия как им кажется такой ген должен быть его надо каким-то образом ну то ли уничтожить то ли припаять что-то чтобы его как бы нейтрализовать или не давать ему запуститься раньше времени там да там 150 лет например поставили маркер 150 лет человек помрет все нам мало будет да вот будет вам 149 лет и вам уже таскать на будущий год вам помирать все хорошо нет может может устали жить тогда хорошо а еще не устали а вот как плохо а вам на 150 лет маркер вот так вообще глупость понимаете да что ученые пытается ковыряться там в генах чтобы что-то вам преподнести из области бессмертия великая глупость если старое ментальное сознание сохраняется то соответственно физическое тело находится в плену времени это не без времени обязательно придет конец какие бы формы бессмертия опыта таскать на этом поприще не ученые не проводили понимаете бесполезно поэтому надеть стоп на себя и на господа и в сотворчестве с ним делайте главное дело жизни вы представляете вот не трудно это представить старое ментальное сознание да у человека живет он 150 лет ну на земле и так много населения сейчас вот если бразматики с неизбежно деградирующим ментальным сознанием будут существовать очень-очень долго то в каком окружении вы окажетесь но старое сознание что мразматиком становится нет нового сознания понятно или нет в окружении мразматиков то есть это будет дом престарелых это будет повальная болезнь альцгеймера или как это вот государством его можно назвать именем альцгеймера до империя всего вот 150-летние люди будут маразме но это все ужас а тут в общем то есть средства хорошая петля и мыло вот таком окружении другого средства просто не может быть это вообще будет ужас если такой изобретут вдруг изобретут вы представляете изобретут и все могут изобрести то есть вам будет выдаваться паспорт вот вам жить 130 лет маркер поставлен генетику вот вам паспорт вот в вашу продолжительность жизни маразм будет крепчать естественно сознание запустевать мозг не будет работать а души тоже нет так чё же будет работать будет физическое тело ходить есть ходить и не знаю еще чё трудно себе представить я могу романная тему написать хотите но я не буду писать даже если вы хотите не надо это будет ужасный роман господь по своему усмотрению продлевает жизнь человека конкретного по своему усмотрению который оправдывает его надежде части реализации пути сознательной эволюции он надо будет продлит правильно ну надо будет что-то закончить он это сделает зачем нам ученые то так вот и все может продолжаться лишь психическое сознание хранит воспоминания не разом это грубая ошибка вот процесс следные по пути сознательной эволюции у нас проявляется принципиально новый вид памяти эта память вибрационная это память психического существа которое абсолютно независимо от памяти мозга а совершенно независимая структура эта структура не может быть ничем повреждена она не исчезает при оставлении нам физического тела таким образом мы имеем возможность перейти на принципиально новый или принципиально иной способ функционирования сознания уже сейчас будучи здесь на земле в этом бренном физическом теле то есть сознание мозга ли память мозга выключается работает совершенно другая структура на уровне вибрации которая никакой болезнью никаким склерозом повреждена быть не может понятно наверно а то что хранится в памяти мозга бесследно исчезает мы знаем со смертью тела вот это новая структура сохраняют свои памяти все значимое безусловно для того чтобы продолжить сознательное существование на ином плане бытия куда ты сказать нас поместит господь после оставления тела это нормально кроме того серьезные нарушения мозгового кровообращения травмы там та же болезнь альцгеймена статусская демиция и прочее могут необратимо нарушить работу мозга лишив человека памяти вибрационной память человек лишить нельзя то что мешает большинству людей это их ментальная активность действительно тело бесконечно признательно что его освободили от присутствия ума так что оно полностью смогло стать под влиянием этого сознания нового сознания без этих накопленных привычек так называемого знания это великое преимущество исчезновение ума какой радостью об этом вы это действительно великое преимущество когда исчезает он как чудесно становится жить когда ум практически полностью прекращать свою активность и наша жизнь повседневной жизни . то что им продолжение имеет место быть организуется совершенно спонтанно организовать чудесным образом вот без вмешательства ума а какую свободу еще раз подчеркиваю получает физическое тело которое лишено опеки назойливой нашей которая лишена от рискать не пораженческой физического ума который вечно внушал нам пораженческие настроения что это плохо вот сейчас может быть что-то ужасно его из не забыли я запереть дверь ой не будет ли у нас пожара не выключил ли я вдруг утюг там и прочее вот это мелочок нету все вы выключаете нормально выключаете да все выключаете уже сейчас а что дальше будет смотри все выключите что может загореться взорваться и помешать нормальному общежитию снимаете вот все естественным образом устраивается действительно чудо новые супраментальное сознание погружают свою благодатную атмосферу и физическое тело представляете вот она в океане этой благодати в океане вибрации вообще ну и санаторий да правильно вот мы с тобой говорили да это санаторий когда все вибрирует там то санаторий бродячий ходячий переносной вы где бы не находились в санатории ясно санатории находитесь всегда и день и ночь санкор лечение без путевок обстоятельства таковые начинает видеть это начинает всплывать начинает показываться у самых приличных людей оказывается плутоватая атмосфера у самых приличных людей оказывается плутоватая атмосфера а у плутов но я не знаю вот супер ментальное видео очень чутко на уровне вибраций не только ощущает настроение людей определяет их психологический статус но и выявляют их неискренность лукавства безошибочно выявляет и это оказывается присуще практически всем всем в том числе как говорит мать и я могу подтвердить это казалось бы самым приличным людям ну приличным по человеческим пониманием с которыми вам приходится иметь дело и ты видишь ну врут они вот вот врут это видно не говоришь но увидишь что врут ну ладно брите если это не смертельно опасно а вам на только посмеялись и ладно пусть врут потом иногда таскать от вскрывается вот там иногда там допустим через какое-то время им это об этом скажу но и сандрич ну да да ладно вы были права там и ну право я в общем только молчал но ты же соврал мне прям в глаза глядя собрал свято так вот понимаете другого то быть не может вы же понимаете что фальшивые наши тела ментальные витальны они ложны сами ложны по восприятию ложны по сути они мимикрируют они врут свято верят в то что они врут вот и все святая вера во вранье вот то что проистекает из ваших уст проистекает от этих фальшивых я поэтому человек чушь него можно спросить помните историю когда гуржиеву как подошел один из его учеников будет меня говорит вот обманул там какой-то дяденька вот обманул бы сказал одно не сделал он будет а кто тебя сказал он будет ивана тебе иван сказала не выполнил петр который сидит в нем же вот и все будет сказал то иван пообещала петов не выполнял вот от наши двойственные стройственность так учет и удивляешься иван сказал там же еще и петр есть который не выполнит это таскал иван просто вот такой оставит примитивная аналогия сколько в нас сидит таких петров иванов там да и все это органично как-то естественно нормально это обычная жизнь человеческая и всегдашняя неискренность проистекает из того что человек мыслит и действует не из своей истинной сущности вот и все поэтому он всегда не искренен всегда априори а с участием фальшивых эгоистических тел ментального и витального в которых изначально присутствует лживость ну ну вот так и образуется так вот когда контактируешь с теми кто по их мнению стал на путь сознательной духовной эволюции над мир с вами в общем таскать вот плане да и обнаруживаешь них вопиющую неискренность в отдельных товарищах да то становится как не по себе ну поначалу так было словесное вранье равно как и умолчание всегда очевидно можете словами брать может о чем-то умолчать можно ведь врать умалчивая о чем-то это тоже видно умалчиваете так вот абсолютная честность в отношении с теми кто готов и действительно может вам помочь в главном это непременно условие доверительного контакта если вы что-то утаиваете у меня я вижу что вот эти а не спрашиваю где ты был да вот ну нигде не было и санна сечня где был я же вижу по глазам не потому что он врет а что у него на лед вот там какого-то тренинга но это видно всегда да вот два года назад вот там несколько раз ходила сколько несколько раз но месяца два ну понятно откуда я просто вижу что повредился это не так страшно скажите честно чего вы там вот в какой вы святой прям вот я бы стерильный девственный да 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 а потом окажется девственность нарушена там три года назад на тренинге на каком там полгода где-то ходил я имею ввиду духовную девственность представляете но это видно это не скроешь кто не повредился они сажают да вот я ходил айсан васильевич я вижу не повредились вы молодец признался не повредился понятно все а те вот кто так раз уже видно все он зажался то что еще подходит что-то говорить мне сразу говорить биографию судим условно досрочно освобожден там ну только все по честному ясно трижды судим ну ходил туда-сюда говорите нам проще тогда будет мне проще быть я все равно вижу если надо я из вас выпадаю вытащу клещами чего надо но вы сами должны сказать потому что искренность в отношении к доверительных вот с тем ну кому вы пытайтесь довериться она очень важно понимаете изначально искренность шриуробинда прекрасно осознавал эту всеобщую путаницу и он не любил когда людям объясняли пытались заставить их понять потому что он хорошо знал до какой степени это бесполезно вот как я понимаю шриуробинда я очень понимаю ведь обычным людям людям пребывающим в неведении невозможно открыть глаза на их вопиющую слепоту относительно видение окружающего мира ты видишь окружающий мир без иллюзий беспрекрасно попробуй нормальным обычным людям сказать об этом они удивятся они вообще назовут тебя не знаю кем что я не вижу этот мир они-то его видят вот но хотелось бы чтобы и они его видели но увы ты не можем свое сознание вложить свое видение вложить чтобы они это ощущали тоже как и вы даже самые развитые самые развитые ментальное сознание ментальное сознание сила его фрагментации не в состоянии правильно разобраться в этой всеобщей мешание не в том что происходит в этом мире невозможно это все распутать а потому не следует никому навязывать свое мнение вот у вас появилась новая вид не вы прекрасно все видите если вы будете кому-то об этом говорить то ментальщик он сразу все по фрагментам у него все по полочкам он в миг вот это вашу таскать конструкцию или ваше видение правильно разобьет потому что у него по этому поводу свои заготовки всего поэтому лучше молчать всеобщая путаница и правильное понимание ее происхождение этой путаницы до постепенно открывается лишь тем у кого по мере продвижения по пути сознательной духовной эволюции расширяется углубляется сознание лишь у тех остальным это недоступно просто просто недоступно и в конечном счете интегральное целостное видение мира со всеми его нюансами становится возможным в полной мере только при полной супер ментализации сознания то есть при полной при полном единении со всем сущим как-то великий физик двадцатого столетия альберт энштейн сказал человек должен видеть вещи как они есть они так как он хочет их видеть понятно поэтому без прикрас без иллюзий мы должны видеть этот мир не идеализировать ее не драматизировать а вот он такой она бы хотел чтобы он был другим и поэтому видим совершенно противоположном свете начинаем мудрить начинаем свою точку зрения там где-то продавливает но не нужно мать о переживании телом абсолюта в нем тело отдавалось эксперименту полностью ничего не требуя ничего единственное стремление быть тем быть господом и желать ему служить быть тем я бы в данном случае не говорил о позиции тела она опять все сводит к телу имею ввиду физическое тело а говорил о позиции того что мы называем с некоторых пор собой в той вибрационная структура которая объединяется с божественным вот действительно пребывая в поле этих вибраций ничего иного как быть этим ну просто нет потому что ты уже это и поэтому быть этом ты уже это и в слову быть уже отпадает я это и вот только это это никуда не уходит она уже никуда не уйдет вот и все то есть ты в этом новом статусе просто закрепляешь больше ничего нет вот не быть вот этим а ты уже есть это поэтому слово быть тут уже абсолютно неуместно она ничего не добавляет тому состояние в котором вы находитесь вот и вы полностью отдаетесь в этом состоянии эксперименту высшего порядка тому самому эксперимент который проводит с вами господь то есть вы поле его экспериментов индивидуальный эксперимент он над вами проводит вообще это великое чудо быть в экспериментальной работ на лаборатории господа бога быть экспериментальным существом соляйте не ученым который проводит эксперименты над морскими свинками или над живыми людьми а быть экспериментальным существом объектом эксперименту господа бога поверьте это состояние вот состояние ощущения себя экспериментом господа бога объектом экспериментальным это состояние которое длилось несколько часов никогда ранее за 91 год существования на этой земле это тело не ощущала подобного счастья свобода абсолютные силы нет границ нет невозможности ничего 91 год телу ну возраст в линейном времени она говорит никогда ранее такого состояния не испытывают это абсолютной свободы к телу это отношение имеет телу же родила новая жизнь тела но она сохранилась как опять-таки объект для озвучивания но в основном до выдачи какой-то информации но не более того а вот новая структура которая называет телом на действительно она никогда не испытывала подобного состояния за все годы прожитые здесь на земле она впервые в полной мере почувствовала в себе эту благодатную силу это безграничное существование безграничное существование лишенную пространственно временных координат нет ни пространства ни времени вот есть нечто существующие вот во всеобщем божественным и поверьте что ей есть что с чем сравнить за свою долгую жизнь она ведь всего столько перепробовала на все во столько перечувствовала своих духовных поисков но подобных ощущений как говорит она щень безграничной свободы силы и благодати которые буквально ее затопили она никогда еще не испытывала она многое часть пытала в разных сферах деятельности в оккультном плане на витальном плане и на духовном плане но вот этого она говорит никогда я еще в своей жизни не испытывал вот и это становится возможным это становится фактом в результате нашего продвижения по пути сознательной духовной эволюции это доступно всем такая забавная вещь все человеческие достоинства и недостатки казались ребячеством глупостями это забавно и это не мысль от конкретное ощущение это как субстанция без жизни всякие обычные вещи как субстанции которые не хватает жизни настоящей жизни все в этой жизни земной искусственно и фальшиво на контрасте новом состоянии новой жизни старая жизнь и вот все человеческие достоинства и недостатки которыми привыкли оперировать люди сравнивая друг с другом себе подобных ну а вот там такие достоинства у кого-то сети у кого-то такие недостатки то есть вся вот это вот свистопляска вокруг достоинства и недостатков есть продукты ага есть продукты ага потому новому сознанию все эти вот игры ведь с фальшивками продиктованными ничем иным как банальный человеческой глупости то есть люди которые не обладают новом сознании в поле ментального сознания вот эти глупости тиражирует и все это скрывается под маской серьезности многозначительность что люди рассуждают об этом дискутирует что хорошо что плохо порядка но все это видишь когда абсолютная фальшь вот лицемерие ну вообще просто глупо на все это глядеть от вызывает улыбки и все эти фантомные качества якобы ранжирующие людей по их значимости в социуме найти вот кто там замечательный кто великий кто-то менее великий кто какой то сказать вся эта ранжировка вот это просто ребяческая игра ума который прибывает полном неведения кстати наши наблюдательные дети наши наблюдательные дети а дети бывают гораздо более наблюдательнее чем взрослые люди да и вот наши наблюдательные дети часто подмечает у нас то чтобы не в состоянии сами увидите а именно наши возвышенные глупости стремление казаться не теми кто моесть на самом деле они говорят вот такой вот как вот ребенку возразить трудно даже злиться на него ты вот такой понятно он все видит все видит бывает так или нет но когда они дети когда взрослые они тоже может кое-что видеть на не уже молчать копят копят потом взорвутся одеть сразу говорят непосредственно такой бывает это правильно за подобное изоблачение мы порой сильно обижаемся особенно детей у нас разоблачает тут люди если мы в социуме видят что мы фальшим что время если муж на путь стали и нас разоблачает но тут ну попробую удержаться мы с духовной уже уже на кончик носа на ночь глядим и все весь нос проглядели кончик уже дымится ну как там фокус кончики знаете вот как глупо это солнечный бывает и такое голос тела что ты пожелаешь господь пока ты желаешь чтобы я был да таким я буду таким когда ты пожелаешь чтобы меня не было меня не будет то есть полная сдача в руки божественной силы то есть голос новой супра ментальной сущности окончательно похоронивший наше это теперь наш единственный голос и только господь существует и он неизменно твердит одно и то же на все воле твоя господи уже без слов просто состояние пребывания в этой воле понятно слов уже нет то есть слова не всегда звучат на фальшиво если мы до времени повторяем на все воля твоя господи то мы должны знать что мы еще господь не сдаемся а просто повторяем под пытаемся убедить что мы сдались но не это не расставить что вы врете немножко вот потом когда уже на самом деле все уже не надо это говорить и тогда все это отпадает сама собой но пока говорите вы еще не не его воля еще ваша воля есть ясно но говорить продолжайте но не до бесконечности вы понимаете да если вы до бесконечности будете повторять наш тега никуда не отпала тело стало совсем сознательным она очень чувствительна к этому меня к тому что происходит в людях этого не было но теперь тело это чувствует вибрационная восприимчивость состоянии людей после окончательного переселения в новое супраментальное тело становится нормой и теперь безошибочно установить кто есть кто на самом деле не составляет никакого труда и для этого не требуется никаких данных дополнительных о человеке всю необходимую информацию несет себе качества исходящих от него вибрации как бы он не старался скрыть свою истинную суть все тайны и становится явным помните выражение это иисуса тайная всегда становится явным когда никогда там кто-то признает это ли кто-то обличит вы в новом своем состоянии сознания видите это тайны она для вас явно это новое состояние сознания всегда для него всегда тайны и становится явным не по жизни не по обстоятельствам вдруг вот тайны и стала явно вас обличили состоялся суд нет вот просто по ощущениям по качеству вибрации тайны и всегда для вас явным становится это факт вот и вот когда ты в этом состоянии не оказываешься то поначалу это вызывает у вас неловкость найти какое-то неловкое чувство ибо кажется человек считывает ваши мысли о себе и он тоже знает что вы увидите то что он скрывает на самом деле он не видит чего вот он думает что вы ничего не знаете а вы знаете потом от неловкость проходит но поначалу каждого куда-то вот вошли в ту сферу запретную да и человек тоже понял что вы туда вошли на самом деле он ничего не понимает но вы невольно входите не специально так просто бывает то есть это новое состояние сознания который не может пропустить мимо ничего что в поле его действие попадает но не может это пропустить вот и все не по любопытству не потому что вот я хотел бы это сделать невольно просто бывает но автоматически что ли естественным образом вот и если раньше до обретения супра ментального сознания вы различали людей на уровнях психического существа но где-то на уровне души да причем только в категориях свой-чужой ну так бывает близок он тебе или нет по духовным каким-то качеством вот то в новом качестве сознания диапазон ваших знаний о конкретном человеке существенно расширяется не только свой чужой но еще в деталях как только что-либо не ладится или приходит беспорядок этот покой приходит как лекарство изнутри но абсолютный внутренний покой витальные ментальные и телесное молчание это лучшее лекарство от внутреннего беспорядка которое нам преподносится напрямую самим господом так что почаще пользуйтесь этим волшебным средством лечения и профилактики всевозможных недугов и неприятностей которые обрушиваются на людей живущих в этом мире пронизанным деструктивными вибрациями разного рода донными волями помните что при любой внутренней паузе состояние покоя идет поток обязательно вот покой абсолютный все идет поток и все неприятности по сути мгновенно уничтожаются растворяется в этой паузе мать еще это называла каплей господа на больное место пауза все и все устранилось меня правда ничего не было на все устранилось то что не было тоже устранялся вот маленькая пауза все сразу идет поток сразу повело видите или нет виде как все просто все элементарно по пауза и все научитесь тренируйте себя творчески таскать тренировку устраивать что ты говоришь не понял у тебя пока у меня а у меня тем более ты все знаешь тоже как у меня и у меня нет пока одна большая волна но действительно это так в паузе все вот вот она все вот эта пауза есть прикосновение господа кла тотальное молчание тотальный покой во всех частях существа все от песня сат прем моралисты воображают что находятся в стороне в стороне от прегрешений других людей тогда как они варятся в той же каше что и другие мать смеясь естественно естественно моралисты считают себя превосходными людьми моралисты они же праведники в кавычках до считая себя превосходными людьми превосходными не утруждает себя хоть капельку сомнится в своей личной непричастности ко всему происходящему на земле они тут ни при чем все остальные творят эти бесчинства и непотребства они тут ни при чем они морально чисты то есть они в стороне от всего этого им кажется что окружающий мир ужасен номер таков каков и сам человек который прибывает неведение человек со всеми его изъянами деформациями с извращениями как бы ни старались моралисты дистанцироваться от остального мира в них неизбежно присутствует те же пороки которые присущи этому миру обязательно еще в большей степени как правило они их запрятали глубоко и показывают фасад подновленный там в подвалах то ну знаете что такое моралисты этого все отвратительные люди лучше быть грешником нормальным открытым понятно ведь господь больше грешников привычает чем моралистов то а вы не моралисты и не грешники чё то есть уже никто ладно то есть вот занимать эти полярные позиции как-то но моралисты это гораздо хуже чем грешник откровенно ясно что моралисту еще работать и работать и можно дорасти что его мораль фаршива до этого дасти а грешник он понимает ниже падать некуда уже только наверх все проще гараж не не изменив сознание аморалит действительно продукт ума и как бы вы не пытались стать честнее добрее и терпимее не изменив сознание сделать это невозможно сознание должно поменяться то есть оно должно стать иным ментальное сознание должно ступить место новому супра ментальному сознанию и лишь с рождением истинной сущности божественной души все встает на свои места моральные ценности теряют свое значение по сути девальвируется и начинается новая жизнь в поле открывшихся вам истина духовных ценностей и моральных ценностей а духовные ценности имеют неприходящее значение они на все времена в обычном состоянии ощущение приходит от какой-либо конкретной части тела это ощущение отмечается регистрируется в мозгу а теперь это больше вовсе не так это не точно ощущение это определенный вид вибрации это приходит теперь отовсюду и затем сознание вообще сознание везде она рассеяна повсюду но чуть более компактно над головой она компактная и стабильная так вот ощущение себя в новом супра ментальном качестве в новом вибрационном теле крайне необычно и по сути невыразимо словами что вы доподнано пребываете везде и нигде в ощущениях это факт он не требует никаких комментариев окружающий мире само физическое тело ощущается вами только на уровне вибрации то есть минуется классическая физиология то есть классическая физиологические схемы восприятия с участием головного мозга этого нет напрямую вибрацию каким-то образом окружающий мир отражает вашем новом сознании классическая физиология не работает все она вступила место вибрационному восприятию мира это действительно чудо вот вы даже себе представить не может какое-то чудо минуя классической физиологии воспринимать этот мир а то вы без глаз без ушей без еще чего-то без носа без не знаю еще без чего-то жить не можете оказывается можно без всего этого жить и воспринимать меру из мать его абсолютно адекватно правильно понятно вроде бы глаза есть уши есть а вы понимаете не через глаза не через уши не через мозг а по другим каналам а это все есть но все фальшиво есть вот то что уже отработано есть и есть но не мешаешь вам глаза не не мешают но и пусть будут но мир вас понимаете уже не этим местом в частности если хорошо еще присмотреться то в ощущениях ваше сознание рассеянное повсюду действительно несколько сгущено мать правильно говорит присутствует более компактно где-то в пространстве над головой есть это ощущение не знаю почему но она действительно есть это не голова вот какая-то компактность в районе над головой где-то так она везде в общем ну должно быть чет такое да вот большое и чистое ну чтобы хоть как-то визуализировалась хотя бы вот так руками потрогать она там где то есть понятно только это неподобие головы уж точно совершенно вашей или нашей это сознание содержит великую силу и в особенности психологическую силу то есть иммунитет ко всем реакциям приходящим извне и это очень интересно пребывание в новом супраментальном теле помимо всего прочего означает и пребывание в абсолютной ровности поддержание которое теперь не требует от вас никаких специальных усилий там не практик не даже бодрствования сознанием вот это этот покой он спонтанно сохраняется он становится стабильным совершенно нерушимый покой бы никаких специальных усилий к этому не прилагаете у вас теперь стойкий духовный иммунитет или вибрационный иммунитет который нейтрализует все деструктивные влияния извне приходящие вам не надо специально там отчет защищаться от спасаться все это происходит автоматически вот и надежная защита с выше в результате из-за надежной защиты свыше делает вашу жизнь базе к максимально безопасной во всех отношениях то есть максимум безопасности в этом состоянии выше систем безопасности уже нет наш все время божда убеждают что мы в безопасности что много всяких искать уже препонов для того чтобы опасность предотвратить существует но как только нам об этом говорят мы ощущаем все большую опасность со всех сторон к нам говорят о безопасности об усилении мер безопасности то это как раз культивирование опасности в сознании людей она культивируется так или нет поэтому чем больше нам говорят о безопасности тем опаснее становится мир в нашем понимании в нашем эгоистическом сознании он действительно очень опасным становится вот новом состоянии к опасности нет ну нету ее не существует то есть его не может существовать поскольку нет мысли она же вашем мозгу опасность то возникает мозга нет мысли не то где опасность нету и и покажите но это заменяется структурой самой надежной безопасности безопасность который обеспечивает господь бог сам свыше обеспечивается это безопасность мать надежная безопасность и разве вы могли когда-то об этом помыслить а укажется господа все возможно вот вам и покров пресвятой богородище который вас защищает о котором идет речь очень часто что на россию на раскинут покровка раскинут и над россией в частности но надо под него встать открывшись покровут открывшись той силе который покров вам и обеспечит внутри есть могущество сострадания такое необычайное почти нетерпимость к страданию страданию физическому страдание моральное которое вызывается моральным искажением его не интересует она кажется ему глупостью на страдание полностью материальное которое исходит из структуры материального мира его функционирования это кажется ему неприемлемо она здесь блестяще говорит о том что болезненные ощущения страданий исходящих из живого материального мира который постоянно подвержен деструктивным влиянием в какой-то период действительно имеет место и лишь со временем острота этого чувства несколько притупляется физические страдания людей животных в особенности животных вот которые нашими детьми видятся да и даже растений становится вашими страданиями ибо ощущение единства всего сущего вас все присутствует постоянно а страданием моральные или психологические ну что это за страна нет кривляния это наше эго кривляется перед нами что она бедная страдающие несчастная вы понимаете да совсем больше вы страдаете и по делам вам и мне тоже когда это было я понимаю что без этого без этих самых моральных страданий я бы никогда и делом-то не занялся физические страдания это другое это совершенно другой уровень восприятия вибрации когда страдает физическое тело доставляет физические тела этих самых животных когда растение там спиливают какую-то столетнюю или двухсотлетнюю ель это вообще больно на радость детишкам в кремль убивают вот эту красавицу убивают и везут и радуется все в это но как можно радоваться это страшная вещь вот где-то я читал статью о состоянии здоровья лесорубов вот люди которые занимаются естественной пилкой или спиливанием огромных деревьев валят лес и потом это куда-то вывозится так вот люди которые на воздухе работают потому что они пьющие на думаю не сильно пьющие здоровые цветущие мне где-то после 40 лет развивается хронической ишемической болезни остая сердечно-сосудистая недостаточность они находятся вот в эпицентре убийства где убиваются огромные столетние деревья то есть которые живые вы понимаете то есть они находятся на бойне это ужасно они этого не понимают они пилят рубят зарабатывают деньги но ирана умирают они казалось бы должны быть здоровыми на природе до мороз там обычно зимой любят это валить пилить вот но оказывается они сильно подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям бьет это по сердцу убийство леса я читал эту статью просто медики анализировали состояние здоровья этих людей и оказывается так все он был вывод статистически достоверный за не понимали почему думали может они водку пьют но где сделал не водки может и пьют потом после убийства то деревьев эти как тяжело бывает я думаю жизнь может быть так чудесно простой прекрасной действительно человек сделал ее глупой и очень хорошо понимаю что это было необходимо чтобы толочь материю настал момент когда это должно закончиться чтобы выйти из этого состояния но для нового супер ментального сознания видение того что разумный человек homo sapiens сделал жизнь как свою так и окружающих глупой это неоспоримый факт новое сознание это прекрасно видит однако при этом вы прекрасно понимаете что человеку надо было непременно пройти через это состояние ибо это было изначально заложено в правила божественной игры найди себе обязательно пройти переходные состояния то есть это не просто какой-то вывет духовной или божественной эволюции это необходимое состояние болезненно это эволюционный кризис но без этого состояния в иное качество сознания человек не сможет перейти но эта игра понятно да это правило это заложено в правилах результат промежуточных этой игры так что это факт и сегодня настало время когда для того чтобы превзойти эту обязательную форму или обязательную фазу глупой жизни она обязательной фазы глупой жизни вот она есть до имеется все чтобы это превзойти сегодня то есть и заключено это в реализации реализации пути сознательной духовной эволюции